Дорогие братья и сестры, прежде чем мы с вами сегодня поговорим о Святой Руси, о том идеале, который был у русских людей в течение многих столетий, и о том идеале, который до сих пор согревает подлинное верующее сердце, и к чему нам на самом деле как можно чаще надо обращать свой истинный взор. Особенно в непростое время всевозможных смут, которые мы сейчас переживаем, где мы можем обрести вот эту твердую почву, на которой может встать подлинный верующий человек. На что он может обратить свой взор, чтобы проснулась его уснувшая солнеч, чтобы воскорелась, может быть, ослабевшая вера, чтобы научился он так же горячо молиться, как наши предки. На что еще нам взирать, как не, например, Святой Руси? Святая Русь – это не некий фантом, не некая виртуальная реальность, а реальность, которая была в России в течение нескольких столетий. И прежде чем, дорогие мои друзья, мы с вами постараемся мысленно вернуться в ту прекрасную эпоху. Хочется привести сначала вам из Священного Писания притчу Господа нашего Иисуса Христа о поле, на котором была засеяна пшеница, а впоследствии плевелы появились. Содержание этой притчи вы хорошо все знаете. Суть его какова, что один добрый господин на поле своем посеял добрые семена, а ночью брак его пришел и посеял среди пшеницы к вереву. И вот когда взошли и певелы ученица, то слуги говорят господину, задают ему, казалось, очень резонные вопросы. Господин, а недоброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же взялись притчицы к вереву? И что говорит добрый господин? Здесь подразумевается сам господин. Он говорит, враг человек сделал это. Слуги, бывая любовью к своему господину, и бывая праведным гневом, ревностью, говорят, позволь нам войти и вырвать эти плевелы. Но мудрый и любящий господин говорит, не спешите, чтобы вырывая плевелы, вы не вырвали вместе с ними пшеницы. И вот постараемся, дорогие братья и сестры, сегодня подруководствоваться вот этим принципом, чтобы вырывая плевелы не вырвать их пшеницы. Почему именно эту притчу хотелось, как преамбу нашей сегодняшней беседы привести? Потому что, пожалуй, ни один человек, владеющий пером, не поленился оставить там воспоминания о России в 19-меке. В основном писали, конечно, люди образованные, из интеллигенции. Но, к сожалению, почему я говорю, к сожалению, потому что действительно подлинно верующий, любящий Россию человек, читая всевозможные мемуары, воспоминания, исследования, многих и многих авторов, наверное, нет, просто и подробно называть их именной фамилией, по той же простой причине, как я стараюсь часто в своих беседах говорить, чтобы не создавать лишнюю рекламу этих произведений. Все они описывали историю России, не жалея черных красок, в том числе описывая историю церкви 19-го Дривода. Одну фамилию мы, наверное, не сможем сегодня избежать, чтобы не назвать. Это отец Георгий Шарейский, протопересс Питер, российской армии флота, который оставил, он был достаточно плодовитым писателем, потом, после революции, уехав в Болгарию и много лет занимаясь публицистикой, преподаванием и написал много своих воспоминаний. В частности, одна ему интересная книга, которая так и называется «Русская церковь перед революцией». Насколько мне известно, даже в курс духовных семинарий, как и дополнительную литературу, предлагается эта книга. И многие другие, которые оставили нам свои мемуары, на которые ссылаются современные историки-исследователи, и они распространяют информацию о истории нашей Родины, в частности, в 19-м веке, они продолжают дело идеологов, которые были в советский период. Ну, тогда хотя бы было понятно, все было прямолинейно и просто. Советская власть боролась с церковью, боролась с русской историей, и, конечно, все то, что было до 1917 года, окрашивалось в черный цвет. И хотя бы было понятно, потому что идеологи советские, ну, по крайней мере, поступали честно. Сейчас наступил иной период, но мы видим, что и современные исследователи, и историки, может быть, дерзновенно, но мы поставим их иногда в кавычках, повторяют и продолжают дело идеологов безбожного советского прошлого. Они все так же описывают нам историю нашей Родины, и историю русской православной церкви в 19-м веке, именно в темных тонах. А была ли на самом деле Святая Русь? Или это всего лишь фантазия? Дорогие братья и сестры, если мы внимательно посмотрим на то, что, к сожалению, устальзнуло от внимательного взора, часто взора критического, многих историков, исследователей, которые как раз жили на рубеже 19-20 веков, то мы увидим, что как раз Святая Русь жила среди простого верующего народа. Того народа, который имел живую, непосредственную детскую веру. Вера была детская и искренняя, и в то же время эта вера творила чудеса. Для простого верующего русского народа небо было ближе, чем, допустим, какая-то иная страна. И, пожалуй, единственный народ на земле – это русский православный народ, который учился и назидался не только примерами своего прошлого, как многие другие, в частности, европейские народы, изучали свою прошлую историю и на основании истории делали какие-то выводы и осмысливали свои ошибки, осмысливали пройденный путь. Только русский православный народ обладал удивительным даром. Он учился не только из своей истории, но и из живого, реального, вот именно в этот момент, общения с небожителями, с теми великими святыми, которые когда-то украсили нашу Родину, и с которыми непосредственно в молитве русский православный человек мог общаться. Архимпейстов Никон Рождественский, один из выдающихся духовных писателей, архипастер, который 30 лет жил в обители преподобного Сергия и оставил очень глубокие, очень трогательные воспоминания и о своей жизни в обители, и о том, чем вообще жива русская православная душа. Вот он в своих дневниках, в своих дневековых записях обращает наше внимание, и вот когда мы читаем, мы как бы переносимся в совершенно другой мир. В мир России, как говорил писатель Иван Бунин, которую мы потеряли и о которой наши потомки даже не имеют представления. Это мир жизни простого русского народа. Народа, для которого главным критерием осмысления каких-то поступков или намерений, критерий был только один, угодно или не угодно вот это деяние, вот это намерение Богу. Вот этот поступок приближает тебя к Богу, или он тебя от Бога удаляет? Все остальное не бралось во внимание, и по крайней мере, это было на третьем или на десятом месте. И вот в простом русском народе, дорогие братья и сестры, и как свидетельствуют как раз те люди, которые вышли из среды простого народа, в частности вот сам архиепископ Никон Рождественский, он из семьи простого сельского дьячка, и за свой талант, за свою глубокую веру достиг, можно сказать, вершин в таком земном смысле слова церковной иерархии. Вот он описывает много случаев именно потрясающей и согревающей наше порой холодное и сомневающееся сердце примеров веры тех людей. Он часто вспоминает в 1892 году, когда праздновалось 500-летие представления преподобного Вовы Сергия, множество людей стекало, чтобы поклониться великому годнику, игрумно-дородской земли. Людей было так много, что в обиде лавру пускали только по билетам, и даже возле стен далеко не каждому можно было остановиться и помолиться. Вот он вспоминает трогательный случай, когда на горе при подходе только к лавре стоял один старичок и на коленях, стоя на земле молился, крестился в сторону лавры, в сторону обители преподобного Сергия. Проходящие говорили ему, дедушка, приехал бы ты лучше в другое время, когда бы ты мог приложиться к мощам угодника Божия, или хотя бы увидел бы их. На что глубоко верующий и подлинно мудрый человек говорил, я там, может быть, не увижу мощь угодника Божия, но зато сам батюшка Сергий меня видит. Вот она глубокая вера. Вот это трогательное проявление именно такой живой, непосредственной веры в то, что преподобный Сергий видит тебя везде, видит на любом расстоянии. Еще очень интересный случай описывает архиепископ Ника в ту пору, когда он нес послушание в лавре и в страноприимнице. Ставили шесть длинных столов и всех подомольцев, всех паломников кормили. Лавра кормила тогда в год до 400 тысяч паломников. И вот насколько вот неоспудивающей были возможности обители в то время, как действительно исполнялось слово преподобного, что он не оставит своим пропечением свою святую обитель. И на этих шести длинных столах по 600 человек садились, кушали, а будущий архиепископ Ника, тогда еще простой монах, он ходил и возле тарелки каждого богомольца оставлял свои известные, благодаря которым он прославился в истории, троицкие вестки. Он, собственно, был самоположником именно такого творчества. И вот он слышит, как из стоящих рядом людей, которые ждут в своей очереди, один пожилой мужчина говорит, «Дай мне, дорогой, дай мне один вестокик». Он говорит, «Подожди, богомольец, вот сейчас, когда сядешь, наступит твоя очередь, получишь снисточек». На что ему неизвестный богомольец говорит, «Я садиться не имею права, потому что я не издалека пришел». «А откуда же ты пришел? Я прошел всего лишь 60 верст, поэтому я не имею права сесть по трапезниче, пусть сядут те, кто пришли с гораздо более далекого расстояния». Вот обратите внимание, дорогие мои братья и сестры, какое подлинно-христианское отношение, какое смирение. К слову сказать, вот совсем недавно прошел крестный ход из Хачкова, из Возбиженского, два обители преподобного Сергия. Наши современники, в том числе дети из православной гимназии, прошли 18,5 километров. Прошли, можно сказать, на одном дыхании. Только потом, конечно, ноги, сказала, спусталась в ногах. А человек прошел 60 верст пешком. Тогда не было такого транспорта. И вот он не считает себя достойным сесть на трапезу, чтобы покушали те, которые пришли с гораздо большего расстояния. Вот какова была жизнь простого народа. И как раз именно в среде простого верующего народа и мы видим подлинные сведущие благочестия. Была традиция в крестьянстве, а напомним, дорогие мои друзья, что в подавляющем большинстве населения России было крестьянское, было такое правило, негласный закон, согласно которому, если кто-то что-то красиво говорил и старался какое-то дать назидание, то сначала смотрели на образ его жизни. Ну, условно говоря, Иван Петрович говорит, вот надо молиться, надо пластиться, или вот там, давайте все соберем сейчас кому-то поможем и болезненно служим обездожней. Смотрели внимательно на жизнь этого человека. И видят, если Иван Петрович это говорит, а у него, и он, и его супруга, и детки, допустим, 12 или 16, иногда детей, крестьянские волосины, все трудятся, все чистые, опрятные, все честные. Каждое воскресенье приходят в храм Божий и все стоят, от мала до велика, все стоят все в богослужении. И тогда крестьяне и свящане прислушивались к словам Ивана Петровича. Почему? Потому что его слова имели вес, потому что его слова были оправданы на его собственную жизнь. А какой-нибудь Петр Иванович, который мог говорить красивее, не призывать более недостижимым высотам, на него смотрят, а он и выпивает, и в карты играет, иногда нецензурное сквернословие из его уст, и дети его в храм не ходят, и скотинка у него болеет, и боль у него заросло. И хоть он мог красиво говорить, к его словам не прислушивались. Потому что в глубине простого верующего народа идеалом была сама жизнь, а не красивые слова. Согласитесь, дорогие вы, дорогие сестры, мы сейчас живем несколько в иную Богу, сейчас другое модно, да? Сейчас модно, если человек умеет красиво говорить, а на его жизнь практически даже и не смотрит. насколько близко было небо, небо святых с землей, можно свидетельствовать о том, как православные люди умирали. Не было страха смерти, не было какого-то ужаса. Человек, когда готовился к своему именно исходу, даже, собственно, в русском языке сама вот эта смерть называлась исход, допустим, отшествия. Человек готовился к смерти заранее. Многие, несмотря на то, что состояние было у них небольшое, заранее приобретали себе глуп и приобретали себе в одином усилке одежду на день свое, так сказать, отшествия в мир иной. И вот после тяжелой болезни, после таинства соборования и причащения святых крестового тайн, какой-нибудь крестьянин, глава большого семейства, ложился спокойно на лавку, зажигал свечу, брал ее в свои руки и велел читать отходную. То есть спокойно, без какого-то ни было ужаса, страха, люди переходили в мир гораздо поднимают телевизор. Прекрасный мир, к которому они стремились в течение всей своей земной жизни. И сколько случаев описывает нам, например, в своих беседах преподобный Барсонов Иопнинский, Нектар Иопнинский, тот же самый, что упоминаемый нами архипископ Никон Рождественский, сколько трогательных, удивительных случаев, когда умирающему крестьянину или крестьянке, матери многих детей, круженице, перед смертью являлись святые годники Божьи. Вот, например, я был очень удивительный случай, как раз описывает архипископ Никон Рождественский, одна пожилая супруга сельского Диачка, умирая, вдруг начала возбужденно говорить своим близким, зажигайте, зажигайте свечечки, лампады, смотрите, гости, гости-то какие в ходе. Ну, все сначала близкие, немножко не доумевают, стараются успокоить, кто-то думает, что, может быть, она вредит, зажигают, тем не менее, лампады, и с просветленным лицом, спокойно вздохнув, осенив себя крестным знамением, эта пожилая женщина перешла в мир иной. Вспоминает архипископ Никон Рождественский о блаженной кончине своей родной матери. Конечно, очень трудно, когда сын пишет с такой любовью о своей матери, особенно, наверное, в наше время, вот так назидательно читать, потому что не всегда мы видим примеры такой любви, такой благодарности, такого нежного отношения детей к своим родителям. Архипископ Никон вспоминает, как его мама умирала, уже пожилая женщина, которая незадолго до смерти сподобилась, вот он сам пишет, сподобилась от Бога милости, что она 17 лет болела, тяжело страдала перед смертью. Обратите внимание, дорогие мои, даже на смерть и на тяжелую болезнь, которая смерть предшествовала, какой был терят у православных людей. Мама архипископ Никон Рождественского сама вышла замуж от вдовца, у которого было уже четверо детей. Только от Винца она пришла в дом своего молодого супруга, как детки, старшие, из которых девочке было в 8 лет, уже обращались к ней со словами «мама». Своих она родила 18 детей и всех вместе подняла на ноги, к слову сказать, и сейчас в России трое детей, это уже считается семья многодетная, она уже вызывает косые взоры и окружающие. Она родила своих 18 и четверых неродных детей, подняла на ноги и воспитала так, что они все с огромной любовью и благодарностью ее вспоминают. И вот, как описывает архипископ Никон, блаженную кончину своей матери, которую, наверное, без всякого преувеличения можно назвать святым человеком, хотя мы с вами, дорогие братья и сестры, в святцах не увидим ее имени. Как она, уже находясь тяжелой болезнью, все уходили на работу, она, она тихо молилась и вспоминала милости Божьей, оказанные ей. Когда возвращались с работы, споря множество детей и уже внуков и говорили, маменька, наверное, тебе скучно здесь сидеть без нас? Она говорит, ну как же, деточки, скучно? Я даже не замечаю времени. Чуть вы уходите, я начинаю спогнать множество своих грехов. Плачу и прошу у Бога прощения. Потом вспоминаю великие милости Божьи мне дарованные. И вот так вот, благодаря Богу, не замечая, как вы вновь возвращаетесь. Тихо, мирно и спокойно, и реветтанно в вечную жизнь. Другой очень интересный и нацедательный случай, описывает также архиепископ Никон Рождественский, другой уже купеческого происхождения пожилой женщины, которая незадолго до смерти вдруг начала говорить, угодничай Божий, да я же в этом грехе покаялась. Все пытаются ее успокоить, а она продолжает настойчиво говорить с каким-то невидимым посетителем. А потом еще громче, крестясь, говорит, прости, прости, угодник Божий, каюсь, каюсь. И также мирно, спокойно перешла в мир иной. И явился святой святитель Николай Чудотворец и напомнил ей, благочестивой верующей женщине, о каком-то забытом, может быть, по этой причине, по беспамятству, забытом и нераскаянном грехе. К слову сказать, дорогие братья и сестры, мы сейчас потомки тех благочестивых людей. Многие вообще, если из современных людей спросить, когда вы были на Испании последний раз, с трудом могут вспомнить, а вот какое было отношение даже к малому, даже к забытому греху у наших поочистивых принтов. Среди крестьянства, это основная прослойка русского народа, святость была, не побоимся таких крестких слов, нормой жизни. Вот, только что я вам привел, дорогие мои друзья, пример родной матери, архипетская понида на рождестве сека. Хотя, конечно, она в свято или имени, но она действительно подлинно правильной жизни, святой человек. А вспомнить отца преподобного Силуана Афонского. Христианин в Тульской губернии по имени Симеон, как вспоминает о нем уже будущий подвижник, он говорит такие слова, «Мой отец подлинно святой человек, как-то идем мы по полю, я вижу, что с нашего поля крадут снопы». Я говорю отцу, смотри, у нас снопы крадут, а он говорит, «Кресы должен, нам Господь послал, а те, кто крадут, значит, у них нужда есть». И другой раз я опять говорю своему отцу, смотри, ты милосы не даешь много, а вот там и там лучше нас живут, а дают меньше. На что ему отец говорит, «Э, сынок, нам Господь еще пошлет, а тем, кому мы даем, им нужнее». Вот какое было отношение к нужде окружающей у простого христианина. Ну, наверное, все вы хорошо знаете, житие преподобного Силуана, нет, нужно подробно рассказывать, как вспоминает с горечью будущий великий святой о том, как он однажды, забыв, что был костный день среда, сготовил яичницу и угостил отца. Как отец крепят сердце, вкусил этой трапезы и полгода не говорил сыну, чтобы его не смутить, что он в тот момент действительно как бы переступая через себя съел эту трапезу, чтобы сына не обидеть. Какая внутренняя чуткость, какое благоголение. А вот вспомним маму святого праведного Иоанна Кронштадтского, всероссийского батюшки, молитвника, чудо-творца Феодора Сергеевна. К слову сказать, простите за такое отступление, пример мамы преподобного святого праведного Иоанна Кронштадтского это камень преткновения для многих и многих современных модернистов. Почему? Когда святый праведный Иоанна Кронштадтский будущий великий святенник, будучи слаб здоровьем и в то же время строго постясь учился в Санкт-Петербург семинарии и вот переживая за его здоровье, которое было очень слабо ему настойчиво рекомендовали ослабить пост. А он сказал, это хорошо известный случай, если моя маменька благословит, тогда ослаблю. Послали ей в Суру в Архангельскую область, послали ей телеграмму и она отвечает. Помните хорошо этот случай. Она говорит, умри, но пост не нарушай. для современного нашего легкотелого сознания, разжиженного христианства, это покажется очень жестоко, это покажется нерассудительно, противоречащее творением святых отцов церкви. А вот посмотрите, поистине о святом праведном христианстве можно сказать, что радость родителей благих добрый и богоизбранный плод. Вот в каких семьях и при каком подходе к вере и к западе Божьем действительно возрастали великие молитвенники, великие сведущие православия. Но несправедливо было бы сказать, что только простой верующий христианский народ обладал такой верой. И люди высокого звания и высокообразования также являли образцы веры. Например, вспомнить представившегося в 1908 году известного московского юриста Федора Плевата. Хорошо, знаете, это имя широко известно. Человек образованнейший и в то же время глубочайшей веры. Как он вспоминает случай из своего отрочества, простите, своей юности, когда он учился в Московском университете на юридическом факультете. Его родители были бедны и не могли оплатить ему образование, поэтому он занимался преподаванием и за счет этого оплачивал свою учебу. И вот однажды он уехал в Берлин, чтобы там учить какого-то воспитанника и получается всю зиму провел в Берлине и посещал свои лекции. вернувшись обладая все-таки хорошими способностями он идет на экзамен а его профессор будучи очень строгим приглашает его взять билет он берет билет и отвечает так как его учили как он читал как на этот взгляд смотрят берлинские профессора юристы и к своему удивлению профессор ставит ему единицу он не стал противиться не стал возмущаться не так к слову сказать как может современное студенчество сориентировать на какую-то нежелательную оценку проволчал со скорбью вернулся домой и не хотя не желая горчить старушку мать потому что он понимал что единица это значит продолжать учебу он больше не сможет остался дома на следующий день его благочестивая мать как бы почувствовал что-то неладное говорит сынок когда же ты пойдешь на экзамен он желая уклониться от разговора говорит экзамены завтра будет на следующее утро ни свет ни заря мама у вас напоминает сыночек когда же ты пойдешь на экзамен он немножко смутившись говорит маменька экзамен будет вечером она говорит хорошо я пойду с тобой и под вечер мама милит ему одеваться я пойду вместе с тобой ты будешь сдавать я за тебя помолюсь будущее великий юрист фамилия его известна на весь мир не противился родной матери пошел вместе с ней они приходили мимо грамма и мать говорит давай зайдем погонимся святителем чудотворцу Николая зашли стали перед иконой мать упустилась на колени и долго со слезами молилась потом они доходят до двери университета он нехотя заходит прекрасно зная что он обречен и вдруг слышит свою фамилию профессор говорит ему плеватно подходи сюда он подходит и профессор с некоторыми раздражениями в то же время с любовью глядя на него говорит ты мне всю ночь спать не давал ну-ка переберет и отвечай он говорит ваше благородие как положено обращаться к профессору я могу ответить только так же как вчера опять отвечает так же и ему профессор единицу переправляет на пятерку вот так запомнил будущий великий юрист и в своих воспоминаниях говорит как не святитель Николай поставил пятерку по предмету вместо единиц то есть вот это живое благочестие общение со святыми и что очень немаловажно для нашего времени ответ святых непосредственный живой были нормой жизни в России в данном случае тема нашей сегодняшней деседы Россия в 19-ом лет нельзя пойти вниманием дорогие друзья и одно очень важное явление возрождавшее и укреплявшее благочестие русского народа в 19-ом лет и к сожалению либеральными историками и общеисследователями которые немножечко пробиты либеральным критическим духом совершенно это проходило за гранью их внимания это старчество особенно после преподобного богоносного отца нашего Серафима Саровского процвела Уптина в пусты преподобные отцы Леонид и Лев Макалий преподобные Аброси Барсанофий Анатолий и многие другие стали подлинными светочами для людей всех сословий к ним стекались и купец и дворянин и офицер и простая крестьянка и старцы каждого выслушивали каждому находили время и можно сказать что вот время скорбей и нужд этого человека как бы брали на свои плечи и облегченный и радостный владающий богом человек уходил обратно на свое область хочется зачитать вам дорогие братья и сестры воспоминания о преподобном Анатолии Младшем Анатолии Потапов один из преподобных оптинских старцев Младшем его называли потому что он был вторым после Анатолия Зерцавова и хотя он именовался Младшем в народе его называли вторым Серафимом за его сольпенную поконку за его любовь за его пламенную молитву и за то насколько он был действительно доступен всем вспоминает князь Николай Живаков о том как он посетил старца и как с ним беседовал с болью сердца смотрел я на множество больных и искалеченных детей которые привезли батюшки Анатолию и их родителей желая вымолить у Господа здравие неповинно множество детей с запущенными болезнями горбатые искалеченные степы все они были жертвами недосмотра родительства все они растительства и смотра со стороны старших никогда нижневым упором в темноте постности и невежести деревьев и в некотором отдалении стояло несколько человек крестьян человек восемнадцать с зажженными свечами в руках они ждали соборов вот открывается дверь и выходит старец маленький сольбенный старичок с удивительно юным лицом чистыми ясными детскими глазами отец Анатолий чрезвычайно располагал в себе я давно уже знал батюшку и любил его он был воплощением любви отличался удивительным смирением и кротостей и беседой с ней буквально возрождали человека казалось не было вопроса который бы отец Анатолий не разрешил не было положения из которого этот старичок Божий не вывел своей опытной рукой заблудившихся деда жизни это был воистину старец великий учитель жизни при виде отца Анатолия толпа бросилась к нему за благословение старец медленно протискнув сквозь толку народа направился к крестьянам ожидавшим соборов приступил к таинству или освящения описывает княж Жбаку в своем воспоминании я улучшив момент просил отца Анатолия принять меня наедине сегодня в 4 часа перепечет ответил на ходу преподобный Анатолий в начале беседы князь сказал старцу иной раз так тяжело бывает от всяких противоречий и перекрестных вопросов что я боюсь даже думать так и кажется что сойду с ума от своих тяжелых дум дорогие братья и сестры почему хочется вам зачитать именно вот это назидание беседу князя Жбакова с преподобным Анатолием потому что тот вопрос то недоумение и то что так текотило князя Жбакова наверное без преувеличения можно сказать текотит многих и многих современных людей именно вот это множество противоречий перекрестных вопросов что кажется что сойдешь с ума от своих горьких дум это от гордости ответил преподобный Анатолий какая там гордость батюшка возразил я кажется что я сам себя боюсь всегда я старался быть везде последним боялся людей сторонился прятался от них старец отвечает это ничего гордость это бывает разная есть гордость мирская это мудрование а есть гордость духовная это самолюбие оно и точно люди воистину с ума сходят если на свой ум полагаются да от него все ожидают а куда же нашему ничтожному и зараженному браться не за свое дело бери от него то есть от своего ума только то что он может тебе дать а большего не требует наш учитель смирения Бог гордым противится а смиренным дает благодать благодать Божия это все там тебе величайшая мудрость вот ты смирись и скажи себе хоть я и песчинка земная но обо мне печется Господь и да свершится надо мной любовь Божия вот если ты скажешь это не умом Божьей но и сердцем и действительно смело как подобает истинному христианину положишься на Господа с твердым намерением безропотно подчиниться воле Божьей какова бы она не была тогда рассеется плитовой тучей и выглянет солнышко и осветит тебя и согреет и познаешь ты истинную радость от Господа и все покажется ясным и прозрачным и перестанешь ты мучиться и легко станет тебе на душе видите дорогие братья и сестры как это и для нас сейчас актуально и как это не хватает в нашей современной многомедущейся жизни когда мы все больше и больше полагаемся на свой разум и далее отец Анатолий продолжил трудно было бы жить на земле если бы точно никого не было кто бы помог нам разобраться в жизни а ведь над нами сам Господь сидя житель сама любовь чего же нам бояться чего же нам сокрушаться зачем разбираться в трудностях жизни загадывать да разгадывать чем сложнее и труднее жизнь тем меньше это надо делать положи слово в Господню и Господь не посрамит тебя словами а делами от того и трудную стала наша жизнь согласитесь да дорогие брати сидят как будто адресованно к нам в начале 21 века от того и трудной стала наша жизнь что люди запутали ее своим мудрованием что вместо того чтобы обращаться за помощью к Богу стали обращаться к своему разуму да на Него полагаться не бойся ни горе ни страдания ни всяких испытаний все это посещение Божьей тебе же на пользу и перед кончиной своей говорит Богомудрый старец и наверное все те кому он обращался этими словами на опыт и это почувствование да и мы дорогие братья и сестры если действительно постараемся совет Богомудрого старца применить жизни перед кончиной будешь благодарить Бога не за радость и счастье а за горе и страдания и чем больше их было в твоей жизни тем легче будешь умирать и тем легче будет возноситься душа твоя Богу вот таким светочам стекался благочестивый русский народ и не только преподобному Анатолию и преподобному Никону Юляеву преподобному Нектарию святому праве Ивану Кронштадтскому и как раз историки почему-то по каким-то непонятным загадочным причинам историки исследователей периода 15 века как бы не замечает вот это сияющее своим светом старчество которое возрождало и управляло душу народа почему дорогие мои друзья сегодняшнюю беседу нам хотелось начать с притчей Господа о пшенице и плевелах растущих мести на одном поле до жатты потому что действительно враг всевает незаметно среди пшеницы плевел и было бы несправедливо с исторической точки зрения сказать что действительно все было очень идеально в истории России были не темные страницы грешили наши русский народ грешил и порой грешил очень страшно но вся радость вся надежда и все убывание этого народа было на Господа не только грешил но умел русский народ и каяться но семена летворные семена плевел были посажены в русском народе и больше всего они прорастли в среде интеллигенции как раз в той среде о которой только что косвенно говорил преподобный Анатолий Оптинский это те люди которые больше полагались на свой разум интеллигенция пусть не прозвучит оскорбительным такая оценка потому что эта оценка не моя а многих многих действительно богомудрых людей того же самого святого прадия Анна Кронштадтского святителя Иннокентия Херсонского преподобного Арсенофия Оптинского и ряда других вот они как раз обращали внимание что интеллигенция которая пропиталась духом нигеризма безбожия презрение и отвращение к народу к его традициям она презирая народ тем самым презирала и православную веру интеллигенция как прослойка отделила простой верующий народ от очень благочестивого русского царя в особенности святого царя-мучеряка Николая который без примечения можно сказать один из лучших российских императоров и вот интеллигенция став такой вот преградой между царем и народом одновременно ненавидела самодержание и ненавидела простой русский народ и телевизорные вот эти либеральные богоборческие идеи проникали во все слои общества через интеллигенцию и действительно на концу 19 века мы видим как нам пишут в своих воспоминаниях митрополит Вениамин Твеченков ряд других уже архипастеры которые уехали в эмиграцию например архипископ Авергий Даушев архипископ Иоанн Максимович и целый ряд других вспоминают что как раз весь высший свет Петербурга и Москвы высший генералитет дворянство и князья настолько были пробитаны духом нигилизма и безбожия что государь и его семья были приятным исключением среди всего этого общества правда пресвитер Георгий Шалейский о котором сегодня я упомянул свои книги русская церковь перед революцией нищеня черных красок описывает нам жизнь русской церкви в этой книге он не подумайте дорогие мои друзья что я рекомендую это читать как раз наоборот просто как информация он книгу эту построил таким образом написал он ее уже в 30-х годах 20-го века находясь уже в Болгарии и он дал оценку всей церковной жизни которой он был свидетелем оценка эта очень безрадостная он пишет отдельно о епископатии о белом духовенстве городском и сельском о монашестве и о духовных школах и последней главой этой книги о самодержстве последнем российском самодержстве императоре Николаев так он описывает монашество так он описывает духовные школы что так наверное простите меня за иронию наверное в каких-то лагерях воевреков так не воспитывают как якобы со слов отцы Гершевинского воспитывали духовных школ в конце 19 века если бы это было действительно так целый сон новомученик родисповедников российских которые воспитывались кстати говоря в духовных школах он бы не просиял не было бы столько действительно светочей веры взять хотя бы священномученика Петра митрополита Крутицкого вместо влюстителя патриаршего престола чью память сегодня чтит православная церковь который вырос воспитывался в семье сельского священника закончил московскую законную семинарию и академию и за свою верность православию и активное противление обновленческой волне идеологии он как раз пострадал в 37 году по сути он даже на кафедре и не был после революции неужели же таких как и пастори могли воспитать духовную школу где со слов подседью Бежалинского воспитывали чуть ли не негеристов и революционеров наша задача дорогие мои братья и сестры еще раз напомню что мы начали с этой встречи не дерзнем своей немощной человеческой рукой говорить кто пшеница кто плевел не дерзнем плевел вырывать подождем до суда Божия потому что Господь сердцеведец но все-таки две характерных оценки личности святого царя Николая я попытаюсь вам прочитать из этой книги вот как смотрел на государя императора Николая протопресс-фитер Георгий Шавельский он говорил что меня удивляло слишком спокойное как бы безразличное его отношение к самым тяжелым ударам постигавшим его и его государство даже если что-либо вызывало у него минутное огорчение за которым следовало полное успокоение и забвение это тяжело человеку который есть здравое нравственное чувство читать такое после того что мы действительно знаем о последнем российском императоре святом царем ученике Николая вот пишет отец Георгий Шавельский убийство Столыпина в Киеве в 1911 году неожиданная смерть в разгар войны гениального воссоздателя балтийского флота адмирала Эссена и все это государь чрезвычайно легко воспринимал и расставался с самыми близкими сотрудниками и сразу же нехто забывал их такие же основания для таких слов и почему все те люди как во время нашей прошлой беседы я рекомендовал почитать книгу царственных мучеников воспоминания современников верноходных как раз те которые с государем остались до конца которые его любили а мы знаем что как раз любовь она и дает подлинное знание если ты кого-то любишь только тогда ты сможешь в истинном свете увидеть этого человека а ненависть или зависть она как раз ослепляет почему же у государей Николая Пьер Желя это учитель французского языка царской семьи пишет совершенно другое вот что он пишет у государей замечательно отдаленный душевными качествами царь был полным воплощением русской натуры во всем что в ней есть благородного и рыцарского и он был слишком добр и скромен поразительно цельный в своем прямодушии и честности государь был рабом раз им один раз им данного слова и верность союзникам послужившие по-видимому причиной его смерти более чем убедительно это доказывает он презирал всякую дипломатию и был мало подготовлен к борьбе почему и был раздавлен событиями прекрасный сирианин император был совершенно счастлив если бы мог жить своей домашней жизнью как простой смерти но он безропотно подчинился своей судьбе и с глубокой покорностью принял крест Богом на него возложенным царь любил свой народ любил отчизну всеми силами своей души всем своим существом больше же всего любил простой народ христиан быть которым он искренне хотел улучшить такой печальный дел монаха который в течение всего царствования стремился сблизиться с народом но между ним и народом стало предательством здесь Италия пишет первый случай когда после того как шили новую солдатскую форму император Николай Александрович который царь ученик Николай одев эту форму несколько верст прошел пешком один подчеркиваю без охраны без сопровождения один в новом солдатском мундировании прошел пешком по бездорожью чтобы почувствовать что чувствует простой рядовой солдат ну подумайте дорогие мои братец человек который так легко всех забывает так безразличен ко всем но неужели был способен на такой поступок как пишет о состоянии церкви как бы подводя и труд отец Георгий Мишавильский еще одну простите зато хоть и очень тяжело эту цитату приводить я ее все-таки прочитаю на вершину власти церкви выплывали ничтожества карьеристы искатели приключений люди сожженной совести готовые служить каким угодно богам лишь бы достичь своих чисто любивых замыслов и корынских целей кто 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 был в линцах вы знаете священномочитель митрополит Владимир Могоевненский который себя по-доброму с юмором называл всероссийским митрополитом потому что поочередно занимал московскую, питерскую, киевскую кафедру в бытность своими епископом в Самаре во время холеры безбоязненно не боясь заразиться помогал многим страждущим и он как раз первым пострадал в годы революции был расстрелян в возник Юрпичерской лавы вот такие люди были во главе церкви митрополит Макарий Невский престарелый опытный архипастер был во главе московской капитры митрополит Петери Макнов во главе петербургской капитры на капитре в Могилеве был архиепископ Константин один из немногих архипастерей с университетским образованием можно ли согласиться что на вершину власти в церкви выплывали ничтожества карьеристы искатели приключений и люди сожженные совесть конечно дорогие братья и сестры судите сами как можно доверять такого рода историческим источникам князь Николай Живахов вспоминает очень интересный случай который может быть хотя бы отчасти нам поможет рассеять недоумение почему же человек казалось бы приближенный к императору протопресс-фитер российской армии плода член священного синока у которого были можно сказать безграничные возможности тогда особенно в период первой первой мировой войны почему же вот дают такую оценку церковной ситуации и такую личность самого государя вспомним случай очень важный судьбоносный и очень трагический в 1915 году было явление святителя Иосифа Белгородского одному офицеру и одновременно это же явление одному блаженному в Белгородской области святитель Иосифа строго говорил обращаясь и он явился одновременно этим двум людям и говорил что Господь прогневался на Россию за ее отступление Россия на краю гибели и только Матерь Божия только ее заступничество может спасти Россию что же делать нам говорил этот блажен обращаясь к святителю Иосифу Необходимо взять сообщить государю взять крещенскую икону Пресвятой Богородицы чудо-клодицы и срочно ввести ее на фронт и обойти с этой иконой по линии фронта Целый год этот офицер пытался добиться аудиенции государя Его везде не допускали Когда этот офицер пытался где-то говорить его приняли за сумасшедшего и поместили в Петербурге в психиатрическую линию Лишь чудесным образом князь Живахов узнал о нем тут же едет в Белгород и связавшись с митрополитом Антонием тогда Харьковским митрополитом передает вот эту информацию и там он узнает что там живет блаженный у которого было такое же явление Митрополит Антоний дает благословение взятие сельского храма святотворную икону крещенской Пресвятой Богородицы и священника этого храма отца Владимира Яковлева и вот встречают описывает нея Живахов встречают чудоотворную икону на перроне Харьковского вокзала многотысячная толпа даже на крышах на деревьях стояли люди и когда икона появилась в районе вагона все люди разом встали на колени и со слезами молились Пресвятой Богородицы икону вынесли на площадь перед вокзалом и отслужили моления воодушевление было такое что князь Живахов в жизни своей едва не испытывал такое состояние и вот мы эту икону благоговейно приложившись помещаем в поезд и едем в сторону Могилева Могилев это где находилась ставка во время Первой мировой войны где святой государь Николай царь-мочень Николай можно сказать большую часть времени проводил по мере приближения к Могилеву вспоминает князь Живахов все больше и больше мы видим свидетельство что в России идет война приближаемся остановились на перроне в Могилеве телеграмма была пущена заранее против пресс-питеров российского армии флота о суде Гошевельска что мы везем чудотворную икону несколько долгих минут ожидания мы ожидали что с Харунгой придут из Могилевского собора встречать икону несколько минут ожидания никто не приходит потом забегает забыкавшись один помощник отца протописпитера и говорит крестного входа не будет нам надо сейчас донести икону водрузить его в какой-то военный автомобиль разочарование и потрясение которое испытывал простой сельский священник отец Владимир Яковлев настоятель того храма где как раз и находилась исчастка Богородицы невозможно описать словами расстроены князь Живаку выходят видят несколько офицерских чинов лениво рассеянно ходят по перрону им даже никто не помог достаточно большую и тяжелую икону поместить кое-как в этот военный грязный автомобиль и довезли до собора Могилевского собора ожидалось что хотя бы здесь колокольный взгон встретят великую святыню князь Живаку вспоминает у меня было перед глазами то как прощали с иконой в Харькове и как ее встречают здесь на фронте вышел поспешно из алтаря отец Георгий Шавинский не перекрестившись и не приложившись с иконой говорит поставьте ее сейчас нет места поставьте ее справа на пол возле правого лироса и повелев знаком отцу Владимира Якова это басильского батюшки повелел ему идти за ним в алтарь потрясенный пишет князь Живаков я стоял и не мог поверить это действительно мне это объясниться тут мне сообщают что тут скоро должен прибыть государь Николай Второй с с царевичем Алексеем и должно начаться всеночное бдение но до прихода государя слышен возглас в алтаре отца Георгия Живейского начинается всеночное бдение заходит государь естественно заходит фрам но он не знает ему ничего не сообщили о прибытии чудотворной иконы чудотворная икона которую со слезами с надеждой на победу провожали тысячи людей в парковой на вокзале она стоит на полу возле правого кироса и на нее даже никто не обращает внимания государю ничего не сообщили он начал молиться и через 20 минут описывая княж Живаков закончилась всеночное бдение 20 минут разрушена всеночное бдение нужно рекоментировать эти слова на следующий день княж Живаков и с этим же священником отцом Владимиром Яковем присутствует во время божественной нитурбии которая длилась 30 минут вы не слышали что в богослужении что 30 минут может быть у сектанков нет а это собор Могилевский собор город где находится ставка линия фронта можно сказать рукой какому же было благочесть и русского офицерства первую мировую войну и нужно не удивляться тем страшным потерянным поражением которые тогда были поэтому слова дорогие мои друзья поверьте очень тяжело об этом говорить слова святого царя-мученика Николая сказанные им когда-то с душевной болью что кругом измена трусость и обман это пощечина на века всем тем которые тогда участвовали в этих событиях а потом оставили нам воспоминания и свои мемуары чтобы мы через призму их взгляда смотрели на историю России интересно интересно что на следующий день описали князь живак после 30 минут божественной Туркии была встреча и как бы званый обед у государя куда были приглашены лишь немногие естественно князь живак был приглашен сельского батюшка отца Владимира Яковлева не пригласили потому что ограниченное число и описывает свою встречу с протопресвитером Георгием Шамецким князь живак стоит архиепископ Константин Макилевский и вдруг заходит протопресвитер стоит архиерей заходит священник владыка стоял в некотором смущении пока протопресвитер сел и пил чай ну представьте здесь ситуация архиерей стоит священник пьет чай можно представить это говорит о весовых категориях этих личностей кем бы протопресвитер российской армии флота от него многое зависело от его веры и благочестия после этого он посмешно встал и сказал владыке следовать за ним то есть не наоборот а он будет архиерей везде дайте за мной владыка последовал за ним в комнату затем пригласили князя живакова где протопресвитер сказал сейчас будет с вами обед вы приглашены присутствуя на званом обеде князь живакова с душевной болью обращается к государю и говорит о цели своего приезда и о чудотворной иконе которую он привез государь смотрит на него скрываемое любви и поворачивает в сторону и говорит мне никто ничего не сообщал представьте себе верховному главнокомандующему во венное время не сообщают о таком важном событии впоследствии и кстати говоря в этой книге отмечено на вопрос государя почему так произошло отец Георгий Шевецкий сказал очень важные слова слова кстати дорогие мои инклюзицы с которыми любой из нас не может не согласиться можно под этими словами подписаться он сказал сначала необходимо обновление души а потом вера в чудо а как ожидать обновление души при таком отношении к святыне которую с такой мольбой со слезами люди провожали надеялись что она на фронте действительно что будут ей молиться что ее провезут по линии фронта как можно ожидать у офицерского состава российской армии обновление души если все ночные бдения 20 лет а литургия 30 не наше дело дорогие братья и сестры выносить суд по личностям тем более тех личностей которые личность и конечно сам Господь как правильный юностный судья сам вас за каждого поднял нашим задачам дорогие братья и сестры быть поосторожней в своих оценках и поосторожней с теми источниками из которых мы черпаем информацию о истории нашей Родины потому что это не секрет смещенное писание нам говорит от избытка сердца говорят уста верующие сердце оно от своего избытка говорит о религии обратите внимание если для сравнения такого не ради осуждения а для сравнения преподобный и богоносный отец наш силуан афонский и протопредсвятер отец Георгий Шармельский современники оба по-своему незаурядные люди оба по-своему талантин почитайте творение преподобного силуана как он старается поделиться с миром с людьми тем сокровищем которое он стяжал и то сокровище которое стяжал которым делится миру протопредсвятер Георгий Шармельский есть ведь разница каждый говорит от избытка своего сердца чтобы нам все-таки на свет сегодня проститься в заключение хочется вам привести притчу мы начали сегодня беседу с притчи евангельской притчу одного нашего современника подвижника благочестия старца Паисия Афонского притча о пчеле и мухе знаете эту притчу старец Паисий говорил что человеческий род условно можно разделить на две категории одни подобны пчеле другие мухи в чем отличие мухи это замечательное такое талантливое насекомое которое способно даже в цветущем саду обязательно найти мутор грязь и сесть именно туда а пчела способна значит даже среди какой-то тепелищи среди помойки обязательно найдет благоукающий цветок расскажет другим челкам про этот цветок именно с этого цветка возьмет нектар и чтобы нам с вами дорогие мои друзья уподобиться пчеле мудрой постараемся среди множества литературы в том числе исторических всевозможных мемуаров исследований которые сейчас издаются активно ссылки на какие-то неназванные источники на какие-то активы которые почему-то находятся в колумбинском университете кто-то в Берлине то еще библиотека госдепартамента США то есть никто из нас простой смерти не попадет туда чтобы проверить то что написано на самом деле кстати вот эта книга тоже переведена на русский язык а рукопись предоставлена разрешение архива российской и восточноевропейской истории культуры университета Колумбии в США это там хранится рукопись действительно писал отец Георгий Шавельский или немножко подправили его текст но тем не менее вот издается информация там вывод какой дорогие давайте уподобимся все-таки мудрой пчеле и постараемся найти светлое доброе и вот на это обратить внимание и со светлого и доброго учиться храню вас Господь добрый и счастливый университет Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok